Российская Федерация является одним из главных торговых партнёров Казахстана. На долю России приходится более 20% всего товарооборота, внешнего товарооборота Казахстана. И, как уже отмечал Антон Германович, в этом году мы наблюдаем, так же, как и в прошлом году, высокую динамику развития торговых отношений. Я думаю, уже в ближайший, наверное, краткосрочный период мы достигнем объёма товарооборота 20 миллиардов долларов. Это реальная задача. Такую задачу ставили перед правительствами главы государства. И уверен, мы в короткие сроки достигнем этого показателя. Правильно вы отмечали, Антон Германович, что у нас много сфер для развития сегодня имеется. Потенциал двусторонних экономических отношений огромен, его надо реализовывать. Все эти вопросы мы с вами обсуждаем как в двустороннем формате, так и в рамках формата Евразийского экономического союза. Буквально на этой неделе у нас состоялось заседание в Веревании, на следующей неделе состоится очередное заседание Совета Евразийского экономического союза в Астане. Поэтому я считаю, что все те вопросы, которые у нас на повестке дня, находят своё решение. И я благодарю за конструктивное сотрудничество наших российских коллег по поиску принятия взаимоприемлемых решений. Действительно, позитивная динамика является результатом совместной работы по ключевым направлениям. И этому способствует интенсивность контактов на самом высшем уровне. В ближайшее время, как вы уже отмечали, у нас 9 ноября состоится межрегиональный форум в городе Петропавловске, Казахстане, где будут обсуждаться вопросы развития туристического потенциала наших стран. Я уверен, что предстоящий форум даст серьёзный импульс в развитие двусторонних отношений между нашими странами. Говоря о отдельных сферах взаимодействия, конечно же, одним из главных приоритетов является развитие сотрудничества в области промышленности. У нас много совместных предприятий. Те сферы и отрасли экономики, которые вы перечислили, они сегодня как раз-таки отражают большой интерес и участие совместных наших предприятий в развитии двустороннего сотрудничества. Это разные сферы, машиностроение, дорожное машиностроение, которое вы отмечали, в сфере сельского хозяйства у нас есть очень много сотрудничества, фармацевтика. Эти все проекты необходимо нам дальше развивать. В области транспорта и транзита мы также наблюдаем значительную активизацию. Вы знаете, Антон Германович, что с учетом развития совместных транзитных проектов мы увеличиваем практически дважды ежегодно объем контейнера поток, который следует из Азии в Европу через наши страны. Тем самым мы получаем соответствующие транзитные доходы. Этому способствует слаженная работа наших транспортных ведомств. Я думаю, эту работу нам надо дальше продолжать по переориентации именно на наши маршруты, совместные транзитные коридоры, соответствующие объемы торговли. Большие инфраструктурные проекты также совместно находят свое развитие. И проект «Западная Европа», «Западный Китай». Как вы знаете, китайские и казахстанские участки уже завершены этого проекта. Мы ожидаем скорейшего завершения работ на российском участке и уверены, что с завершением работ на территории России наши страны смогут в полной мере реализовать транзитный потенциал. Одним из эффективных площадок укрепления и развития отношений между нашими странами является ежегодный форум, о котором мы говорили. И он будет проходить 15 раз уже. Также мы планируем подписать 5 важных документов в рамках этого форума, о которых мы обсуждали в узком составе. Я уверен, Антон Иванович, надо нам все сделать для того, чтобы данные документы были подготовлены к подписанию. Кроме этого, подготовлено более 10 различных соглашений на региональном уровне. Это тоже будет способствовать развитию торгово-экономических связей между нашими странами. Повестка дня заседания Межправительственной комиссии включает в себя ряд вопросов торгово-экономического сотрудничества, топлива-энергетического, мирного использования атомной энергии, промышленности и других сфер. Поэтому с учетом довольно обширного круга вопросов хотел бы поблагодарить наших экспертов за то, что они провели очень скрупулезную работу по подготовке протокола сегодняшнего заседания. И уверен, что сегодняшняя заседания даст серьезный импульс развитию торгово-экономических отношений между нашими странами. Татар Информ. 27 лет мы делаем новости. На русском и татарском языках. На любых мобильных устройствах. Новости. События. Подробности. Новости. Новости.